Добро пожаловать на наш канал! Сегодня готовим китайские пирожки шаобин. Для приготовления пирожков вам понадобятся компоненты из этого списка. Просейте пшеничную муку. Постепенно влейте в воду комнатной температуры. Перемешайте компоненты. Сформируйте из теста шар. Переместите на рабочую поверхность и вымешивайте 5-7 минут. Прикройте тесто влажным кухонным полотенцем и позвольте отдохнуть от 30 минут до 3 часов. Чем дольше тесто отдыхает, тем более мягким, нежным и эластичным оно становится. А пока тесто отдыхает, приготовим начинку. На мелкой терке натрите чеснок. Очистите и натрите корень имбиря. Добавьте имбирь и чеснок к мясному фаршу. Также добавьте специи. Чайная ложка приправы 5 специй. Столовая ложка соевого соуса. Немного соли. Молотого черного или белого перца. Щепотка сахара. Щепотка молотого кумина. И чайная ложка кунжутного или растительного масла. Все компоненты перемешайте. Займемся приготовлением овощной составляющей. Мелко нарежьте капусту. Можно использовать пекинскую капусту или совойскую. Также мелко нарежьте зеленый лук. Смешайте лук и капусту. Добавьте чайную ложку растительного или кунжутного масла. Немного молотого черного перца. И все хорошо перемешайте. Наше тесто отдохнуло и мы можем приступать к формированию пирожков. Разделите тесто на две части. С одной будем работать, а вторую оставьте отдыхать под влажным полотенцем. Вымесите тесто 1-2 минуты и скатайте в шар. Присыпьте рабочую поверхность мукой. И раскатайте тесто до толщины 4 мм. Смажьте поверхность теста растительным маслом. И присыпьте солью. Скатайте тесто в рулетик. И нарежьте на 6 равных кусочков. Залепите края кусочков так, чтобы все масло и соль оставались внутри. Обомните кусочки теста и сформируйте из них шарики. Смажьте рабочую поверхность небольшим количеством растительного масла. Порцию теста раскатайте в форме тонкой, длинной полоски. Добавьте порцию начинки. И скатайте полоску теста в рулетик. Защипите края рулетика. И слегка прижмите его к поверхности доски. Сверните рулетик в форме улитки. И прижмите пирожок к поверхности доски. Пирожкам шаобин можно придать и более простую форму. Тонко раскатайте порцию теста. Поместите в центр порцию начинки. И защипите края теста, формируя пирожок. Подготовленные пирожки обжарьте на хорошо разогретой сковороде в небольшом количестве растительного масла. Достаточно трех минут с одной стороны и трех минут с другой до появления золотистой румяной корочки. Китайские пирожки шаобин готовы. Приятного аппетита!